Я прошу прощения, из Омска, давайте. Василий Васильков. Абонент недоступен. Ну вот немножко у нас не получилось с первого раза, но я думаю, мы дозвоним в облачение программы. В ходе работы, может быть, вернемся к этому еще. Конечно. Так, что-то компьютер меня не слушается. Посмотрим, кто победит у нас. Я или техника все-таки. Ну не знаю, можем выбрать. Вам не страшно на прямую линию выходить сейчас вот так, после всего, что было? Здравствуйте, ну мне очень плохо вас слышно. Вообще практически я не слышу, что вы говорите. Мы вас слышим, говорите, пожалуйста. Елена Владимировна, расскажите вашу историю. Мы вас слышим, говорите. Мы хотим дозвониться, да, Елена Владимировна, по телефону, коллеги. Хорошо, давайте мы попробуем перезвонить чуть позже и пока перейдем к следующим вопросам. Да прямо сейчас позвоните по телефону. Давайте перезвоним Елене Владимировне. Тем более, что она на связи и нас слышит. Да, конечно, она же стоит там. Давайте, дайте ей телефон. Елена Владимировна, мы постараемся вам дозвониться по телефону. Похоже, какие-то магнитные бури сегодня. Что-то проблемы со связью. Я предлагаю посмотреть, какие еще есть проблемы по теме ЖКХ. Так, система опять меня не слушается. Все, пропало. Вот предлагаю посмотреть ролик, видеообращение какое-то из Пскова. Здравствуйте, Андрей. Мы посмотрели ваше видео. Креативно вы подошли, конечно, к запросу. Расскажите, пожалуйста, какие у вас проблемы. Здравствуйте, уважаемая студия. Владимир Владимирович, действительно, проблема очень неординарная. Дело в том, что по программе «Чистая вода», которую Псков с 2003 года, с 2003 года, согласно нормативным актам, мы должны, наш город, так как население более 200 тысяч, иметь источников доснабжения. И город Псков реализовал второй альтернативный источник, сделал его из подземного водозабора, там глубина скважины где-то около 70 метров. Но в процессе реализации проекта никто не обратил внимания на то, что будет с горячей водой, с этой водой, вернее, когда мы будем нагревать. И вода вот эта из подземного источника хорошие показатели по-бактериологически, то есть она очень... Бактериологически, ну, никаких бактерий, достаточно чисто, соответствует СНИПу, соответствует САНПИНу, вернее. При нагреве выпадает вот этот... И этот дикий осад тупил все новостройки, которые находятся в зоне действия вот этого водозабора. Вот у нас есть один дом из Жорского Сея, там, кстати, дома три года оставил с горячей водоснабжением. Мы на Владимирском, мы на Окольном, у нас такая же ситуация, вот это дом Окольный, полипропиленовые трубы, там никакой ржавчины быть не может. И вот этот, из-за того, что это полипропиленовые трубы не скапливается, она выпадает вниз, и вот мы не тут любые, и вот это все чистим, и самое главное, что мы стали эту проблему обсуждать с городом, в связи с этим найти деньги на то, чтобы поставить вот эту станцию водоподготовки, что вода соответствуют ангелям, найти средства. Никто не ставится там, я так понимаю, в различные структуры, деньги никто не дает. Сейчас мы имеем возможность через модернизацию системы восстановления найти денег на установки вот этой станции водоподготовки. просим побочек. Я понял. еще один маленький вопрос. К сожалению, не очень плохо слышно. Елена Владимировна Калинина у нас снова на связи. Из Новокузнецка. Надеюсь, мы увидим Елену Владимировну. Елена Владимировна, вы нас слышите? Елена Владимировна, вы нас слышите? Что ж такое? Они складываются у нас с Новокузнецком. Там, видимо, начальство ваше там не хочет, чтобы мы с вами... Все препятствия создают. Все препятствия. А вот, теперь слышу. Вы нас слышите? Теперь слышу. Ходили мы в садик, крыша начала течь безобразно. Обращались во все инстанции. Просили, умоляли, уговаривали нам, обещали. Ну, сами понимаете, пока я не написала обращение к вам, ну, ничего нет. Со связью проблемы не удается решить. Но все-таки история более-менее ясна. Ну, ясно. Значит, Елена Владимировна, вы нас слышите? Я думаю, Елена Владимировна и в записи нас посмотрит. Владимир Владимирович, вот мне только что подсказали, что недаром у нас плохая связь получилась с Еленой Владимировной и Калининой. Дело в том, что на наши цифровые системы прямо в секунды идет попытки атаки. Мощные дедус атаки. Шутите? Хакеры? Шутите, серьезно? Серьезно, серьезно. Все говорят про русских хакеров. Все нас смотрят, это приятно. Оказывается, есть... Так что в ближайшее время будем стараться восстановить хакеры. Пожалуйста, говорите, Дмитрий Николаевич, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемый Владимир. К вам обращаются работники государственного повреждения в области гражданской оборудования. Дмитрий Николаевич, я прошу прощения, не могли бы вы выключить телевизор, чтобы мы вас лучше слышали? К сожалению, проблемы со связью. Если он у вас работает где-то рядом, потому что это может создавать помехи... Вот так, Дима, спокойно. Нет, телевизор, где-то приложение. Продолжайте, пожалуйста. Прошу вас. Владимир Владимирович, в обществе президента российских... Давайте перезвоним... Дмитрий Николаевич, я думаю, что... Дмитрий Николаевич, мы ничего не слышим. Пропадает. Давайте попробуем еще раз связаться. Пропадает. Чуть-чуть. Давайте пока мы восстанавливаем связь с Дмитрием Николаевичем и селом Мангут, посмотрим, что у нас у коллег. Дмитрий Николаевич, подождите. Может быть, вам просто темп речи немножко изменить и не так громко говорить, потому что вы начинаете говорить, я вас слышу, а потом бам, и пропадает связь. Может быть, вы поближе к телефону будете стоять? Так аккуратнее, только может быть не так громко и темп речи помедленнее. Хорошо, Владимир Владимирович. Я вас понял. Вот так. Говорите, пожалуйста, мы вас сейчас слышим. Сейчас нас хорошо слышно? Да. Владимир Владимирович, президент Российской Федерации во многих региональных структурах, включая ДУЗа Байкал-Пошспас, заработные платы тех, кто принимает на участие в улучшении пожара, устали с ним в рот, независимо от должности даже работников. Также у работников региональной пожарной охраны и технической приходы Владимир Владимирович мы просим о поддержке в улучшении данных вопросов низкие заработные платы и отсутствия каких-то приходов для причины падения уровня противопожарного постоянного квалифицированного катастрофа. с этим именением Владимира Владимирович с улучшением пожарной части по охране села. Я так понимаю, проблема в том, что зарплаты остались на уровне мрот. Нет никаких либотов. Дело в том, что это пожарные муниципального отделения не входят в МЧС. Сейчас, секундочку, сейчас, девушки, секундочку, мы с Дмитрием Николаевичем сейчас разберемся. Дмитрий Николаевич, речь идет о повышении уровня заработной платы, да? Да. Спасибо. Я предлагаю переместиться в центр обработки сообщений, спросить наших коллег, скучно девочки или нет? Как там у вас обстановка, Татьяна? Наиля, совершенно не скучно, вопросов у нас очень много. Как только в эфир выходит президент, вы понимаете, какой сразу скачок идет по количеству обращений, когда люди видят это живое общение, живую связь с президентом. Владимир Владимирович, чемпионат Европы по футболу продолжается, вы в начале программы уже говорили о нем, но вопросов на эту тему у россиян осталось еще очень много. Вот, например, один из них. Спасибо большое. Наша экономика адаптировалась к этому санкционному давлению. В чем-то она пошла нам на пользу. Вот эти так называемые программы замены импорта, замещения, замены импортного оборудования, технологии, наши собственные, оно создало хороший толчок в развитии высокотехнологичных сфер производства. Это вот реально пошло нам на пользу. Редактор субтитров А.Семкин